привет всем вот решил почему так рано снял видео решил снять просто вот некоторые комментарии очень сильно меня задели пришлось удалять не думал что есть такие люди как как назвать и есть хейтеры есть которые продвигают свои какие-то своих псевдо врачей есть люди которые пишут ой как у вас же плохо что как херово у вас лечат врачи вот у нас даже я там живу в африке это лучше но это в африке еще в кавычках где вы живете но выхода людям то нет у всех зарплаты маленькие в основном в основной доле и это почти у всех работяг в мире и уехать куда-то лечиться в тот же израиле тот же там и не знаю в германию то надо очень большие деньги и до медицина у нас не в идеале но сейчас стало намного лучше чем было раньше до в маленьких городах и большие проблемы я попадаю в наш город если лечиться вот у нас население ну 60 70 тыс сейчас уже точно не смотрел давно конечно вот хирургия еще более-менее у нас развита вот именно хирургическое отделение там молодец и заведующий врачи все грамотные то есть резать они умеют но лечить такая как терапия будь то взять лежат там всякие люди больные которые встать не могут пожилые вызвать врачей не могут ну ночью ли как кнопки вызова есть но они не активированы не работают и как-то все это выпрашивать все как-то ну построен с красноярском краевой центр вот лежал в онкологии это лежал я там гастроэнтерологии принципе я там больше нигде не лежал но это все они тогда онкология то это у нас отдельная а гастроэнтерология это краевая больница но везде подход очень классно специалисты очень классные насчет красноярска ничего не скажу конечно нюансы есть плане того что попасть вот именно в стационар у меня там была такая возможность я заведующий списался и гастроэнтерологию меня там ложили по звонку но сейчас так ввиду моего заболевания такого тяжелого те же врачи которые в гастроэнтерологии ну это в стационаре они короче ведут прием больных в поликлинике тут же в этой ну поликлиника она в этой же большой больнице в краевой где и стационар находится я вот сколько раз попадал они все меня знают они все меня в стационаре вели мы здороваемся хорошие все врачи все мне лечение назначают максимально они это лечение не только в россии вот эти иммунные заболевания которые у меня вот этот псх который привел к циррозу язвенный калит кишечника только тоже иммунные заболевания заболевания это все иммунные заболевания они лечатся в мире только вот ну можете посмотреть есть там много ступеней там и простыми таблетками сначала потом уже на гормоны переходит гормоны не попадут не помогает уже на биопрепарата переходит но это уже последняя стадия если не помогают допустим с кишечником связано кишечник уже вырезается выводится с тома выходите в мешочек как говорится но зато все неудобства в по поводу походу в туалет по 20 раз в день у людей пропадает и они сами этого хотят бывает есть прям группа людей из германии из других стран где они выкладывают что вы не бойтесь стом и вот мы все со стомами ходим то есть лечение во всем мире одинаковые вот эти врачи из красноярска они опыт черпают с москвы москва опыт черпает зарубежных конференций вот этих всех то есть насчет квалификации персонала и врачей которую от в краевых больницах тут сомневаться не стоит мелких городах да это просто можно сказать беспредел но все зависит от заведующего все зависит от от ну заведующего при ну допустим хирургическое отделение там не конечно не понравилось терапии что не вызвать людей никого ну как-то вот все ну тяп-ляп потом не понравилось там же лежал где я с этой сальмонеллой это там тоже условий не было ну медсестры хорошие чего не скажу на медсестры там хорошие но также вот вызова нету ну час ремонт делается возможно что-то изменится вот насчет что хотел сказать хейтеров сейчас такие вот я а ну еще от своих врачей вот они вот вот надо лечиться по такому врачу вот посмотрите того врача и продвигается таким усердием поймите я этих врачей многих я болею уже получается с 2004 не помню 3 или 4 или 5 года то есть уже много лет я чё только не проходил и лучшее лечение которым не назначали именно врачи лучше эффекта я не достигал я по кишечнику у меня сначала были огромные проблемы и чё только я не чистил как и там только не чистился от лямбли от ваших которую вы там говорите о писторхов вот я все это чистил а потом в реальности проверил сдал желудочный сок у меня столько их там находили аж воскользательный знак ставили пришлось бельтрицидом химии травиться два раза но не факт конечно что я их вытравил душа они ничем не убиваются никакой химии для того чтобы их выгнать бельтрицид их просто парализует они с протоков отпадывают его и вам надо пить желчегонные и что вас ну лекарства которые вызывают понос и вот с этим поносом они выходят да вы сильно худеете выхода нет только таким образом а вот эти все псевдо врачи это я их называю врачи для более-менее для здоровых людей для серьезно больных это просто ну это просто вот на эти выпить там святой водички это это эффект будет для меня намного сильнее так что вот на такие хейтерские комментарии если какие-то грубые я удаляю если какие-то вообще вот продвигаю там чё-то я или удаляю или просто блокирую этих людей что больше мне это не писали извините конечно но мне вот этот негатив не так вы поймите негатива хватает жизни и вот сейчас вот опять допустим вот было все нормально два дня назад температура у меня уже днем держалась 36 и 6 но цирроз он такой вот буквально сейчас опять уже вчера и позади сегодня вчера началось температура 38 38 и 2 в течение дня не хотела пить эти жара понижающий потому что ну как вот узнал сказали что парацетамол просто яд для печени а как допустим этот 2 где аспирин и парацетамол меньше дозе как он не аскофен ну да типа аскофена он уже действует на сосуды которые у меня тоже вылазят и они становятся хрупкие ну пришлось аскофен вот этот пить потому что ну парацетамол вообще отрава для not выпил ночью видать и маленько температура спала но я померил от утра сейчас у нас 9 утра померила и 37 и 4 ну так и будет я почитал что при правильном лечении через два-три месяца она стабилизируется температура ну возможно потом она опять нара это воспаление как идет ну и еще хочу сказать опять забыл сказать предыдущем видео ну я как говорил там спасибо людям которые мне материально помогают там два ролика назад там вообще чет 13 человек не перевели предыдущий ролик который я последний снимал не вот только с него два человека перевели но им огромное спасибо это отдельный респект людям которые ничего не доказывать ничего просто вот просто вот реальная помощь человеку которому нуждается в этой помощи а сейчас на заводе вот у нас есть страховая такая ну как сагаса ну кто автолюбитель тоже знает она нам на год давала где-то не помню двадцать пять тысяч на зубы на лекарства на все я в этом году воспользуюсь только 5000 по идее у меня 20000 осталось но это деньги такие нестабильные которые как вроде завод обещает но это нигде не прописано это вроде как как от души завод так вот многие даже делали операции двести тысяч им это оплачивали ну и под конец года бывает деньги остаются и они говорят используйте чтобы это ну я пошел терапевту она мне выписала кучу рецептов ну чтобы под этот попасть ну что бесплатно звоню это я главный который у нас занимается у меня рецепты если салафальком считать с гранулами у которых я в россии нет то рецептов получилось на 45000 салафалька салафальку брали этого как раз ровно 20000 осталось у меня прям который есть в наличии лекарства 25000 я все обрадованы ну 25000 это лекарство на три месяца мне я такой быстрее звоню там это из у нас на предприятие на свое она говорит а все у час сегодня горит или вчера пришло письмо деньги все израсходованы кошелек сагаза в этом плане в этом направлении пуст я ее мою игру ну а как вот таким тяжело больным но я вам сказала что пульс кошелек где я со своего кармана что ли возьму ну так вот проработал на предприятие с 99 года этот уже 24 года получается и попросил помощи и вот так вот получается и я думаю сейчас на пенсию иду и никаких никакой помощи ничего не будет хотя предприятие это очень в россии ну она как бы нельзя говорить там что выпускаем все секретная но такое предприятие денег просто куру не клюют и вот так вот 25000 все больного человеку который пол жизни отдал больше даже пол жизни на заводе отработал вот так вот сейчас будем копить денежки вот на лекарства это благо вот когда 13 человек мне перевели я заказал в германии лекарства сейчас not буквально позавчера она написала что заказ оформлен все то есть уже отмены не будет и этого слофалька мне на три месяца хватит и дешевле чем россии получается если все в купе сделать на 8000 но это прилично что еще а ну феврале еще надо будет 2 мрт делать 2 мрт каждый мрт стоит по 5000 это 10000 еще в это время я скорее всего не успею на инвалидность прийти потому что у меня инвалидность где-то до числа 10 января а потом будет оформление феврале мне уже ехать но я думаю что это еще не оформится ничего не успеется но вот еще десятку надо будет тоже с помощью вас и с помощью родственников собирать и ехать на мрт но так вот все что хотел сказать кто если хочет помочь никого не обязываю ничего кто если хочет помочь мне материально да и просто слова пишите всегда добрые слова это очень хорошая поддержка если кто хочет материально ссылочка на карту все будет и и в описании ролика и в комментарии закрепленном все можете увидеть там же я пишу людей кто мне переводил ну вот такое видео просто можно сказать разговорная все на этом все заканчиваем всем удачи всем здорово здоровья не болейте всем пока